Это «Вести утро» Карачаева, Черкесия, в студии Альбина Курочинова-Кенжева. Здравствуйте! Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии облачно, днём с прояснениями. Ночью и утром местами снег. Ночью в отдельных районах очень сильные осадки. Днём преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Порывы до 14 метров. Температура воздуха ночью минус 7-12. В горах минус 13-18. Днём до плюс 1 градуса. И местами минус 4-9. На дорогах гололедится. В Черкесии облачно, днём с прояснениями. Ночью и утром слабый снег. Днём без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Порывы до 14 метров. Температура воздуха ночью минус 10-12. Днём до минус 5. На дорогах гололедится. Необычные аксессуары, сделанные своими собственными руками. И сегодня это очень модно. Мы устали от однотипных вещей и стремимся к совершенству и изяществу. К нам сегодня в студию пришла талантливая девочка, которая своими руками творит настоящую красоту. Радмила Тимирова из Карачаевска. Она создаёт дамские сумочки непревзойдённой красоты. О своём увлечении и о будущей профессии в эти минуты в нашей студии юная мастерица расскажет моей соведущей Белле Джозаевой. Доброе утро всем. Доброе утро, Радмила. Доброе утро. Я благодарю тебя за то, что ты нашла время, приехала сегодня к нам в гости. Рада знакомству с тобой. Знаешь, когда я увидела вот эти твои великолепные работы, я очень хотела с тобой познакомиться, очень захотела. И вот через наших общих знакомых мы с тобой познакомились. Я просто не понимаю, как в столь юном возрасте человек может делать такие шедевры. Ведь это такая тонкая работа. Как у тебя началось увлечение? Как ты стала моделировать эти сумочки? Почему ты этим увлеклась? Что тебя вот на это вдохновило? Расскажи, пожалуйста. Я увидела девушку, которая в интернете делает вот такие сумочки. И я захотела сама тоже попробовать. Сперва у меня не получалось, но на второй раз все получилось. То есть ты училась по интернету? Да. А вот из чего они сделаны? Это все бисер, бусины? Бусины. Все бусины? Да. И еще. Как ты придумываешь фасон этих сумочек, дизайн? Вот они все разные, разных цветов это понятно, но и они в разной тематике. Какая-то больше, какая-то меньше, какая-то вечерняя. Я нахожу разные фотографии сумочек и пытаюсь сделать что-то похожее. Мне интересно, сколько над одной сумочкой ты работаешь? Примерно 2-3 дня. Так быстро ты делаешь сумочки? Да. Вот это сейчас вся твоя коллекция? Да. Ну, ты же будешь делать еще другие, других цветов. У тебя уже есть какие-то планы, какие сумочки ты хочешь сделать? Да. Ну и, конечно, я не могу тебя не спросить после окончания школы. Может, ты все-таки станешь дизайнером сумок известным? Я хочу стать медиком. Я с садика еще хотела стать врачом детским. Педиатром. Да. А почему именно детским? Я очень любила детей, всегда их любила. Хочешь помогать деткам? Да. Я, конечно, желаю тебе успеха. И думаю, в принципе, ты можешь и передумать. И будешь посвящать свою жизнь творчеству. Такое же тоже может быть. Я желаю тебе успеха. На этом я прощаюсь с вами. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск «Вести» на черкесском языке. Затем вашему вниманию будут представлены программы черкесской редакции. А в 14.30 смотрите «Вести» с Муратом Джонкиозовым. Удачного продолжения дня и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok